Алиса Друзьева переехала в Чувашию из Луганской области. Родители рассчитывают остаться здесь надолго. Свою дочку они уже успели записать не только в научебоксарскую школу номер 19, но и на всевозможные кружки. Семьей, которая начинает жизнь с чистого листа, познакомился мой коллега Дмитрий Ковалев. Еще год назад в Луганске Алиса начала изучать украинский язык. Теперь девочке, которая успела пережить взрывы и минометные обстрелы, предстоит учиться по другой программе. Во втором классе все как в первый раз. На парте рабочие тетради с пока неизвестными словами на чувашском. Но этот язык уверены родители, скоро и для нее станет родным. Алиса всегда была прилежной ученицей, пока же придется привыкать к новой школе и одноклассникам. Вообще, нынешнее 1 сентября – особенный день для всей семьи. Утро началось с того, что дочка просто говорит «Всех с первым сентября! Ура!» А потом такая «Ой, да что-то я очень переживаю, да ну как отнесутся ко мне детки». Но мы настроили ее на позитив, сказали, что все хорошо будет. Новые ученики, знакомство, оно всегда волнительно и переживательно. Но мы с радостью переносим это время. Вместе с Алисой во второй класс 19-й школы Новочебоксарска пришли еще три новых ученика. Причем один из них в Чувашию приехал из Комия. С этого дня дети становятся одной дружной семьей. Ну мы очень надеемся, что девочки у нас очень дружные. Алису поддержат, помогут влиться в наш коллектив. И мальчики тоже. Вот это наша Алиса. Похлопаем ей. К школе родители Алисы подготовились основательно. Тетради, книги и письменные принадлежности приобрели накануне. Хлопоты позади. В ближайшее время необходимо купить только теплые вещи. Пуховики им пришлось оставить дома. Все имущество семьи поместилось в один большой сундук. Мама Алисы успела увезти из Луганска швейную машину. Свободное время она делает вот такие необычные подделки. Феюшка одна из таких первых моих работ. Люблю и думаю ее потом как хранительницу дома. Наверное оставлю ее. Такая девчонка. Это уже не просто хобби. В родном Луганске оригинальные фигурки Юля даже вышивала по заказу. Все закончилось в один миг. Ужасы украинской войны невозможно забыть. От обстрелов они прятались в подвалах. Выбираться из города семье приходилось буквально под пулями. Мы буквально под снарядами. Мы в бою уезжали. Уезжали, когда муж грузил прицеп и пролетал снаряд над головой. Да, боишься. Мы быстренько уехали все. И после этого город 1 мая с Луганской области был разрушен. С Божьей помощи нас вынесли на руках. Крым, Ростов, Краснодар. За последнее время им пришлось исколесить половину страны. В Чувашии они хотят остаться навсегда. Вместе с Никитой сюда переехал и его отец. Сейчас решается вопрос с переводом бизнеса. Пока же семья проживает на квартире у неравнодушных людей и оплачивает только коммунальные расходы. Здесь есть все самое необходимое. Вообще беженцев удивило, насколько тепло их принимают в регионах России. Нас очень встречают замечательно. Везде добрые, отзывчивые люди, которые помогают чем могут, бескорыстные. Республику они уже полюбили. Правда, пока их пугают низколетящие самолеты и салюты. Когда фейерверки стреляют, дочка спрашивает, мама, это не стреляет? Говорю, нет, дочечка, все тихо, спокойно, здесь не стреляют. А недавно у семьи произошло еще одно радостное событие. Младшая дочка Василиса сделала первые шаги. У них еще все впереди и множество планов. К примеру, Алиса скоро собирается пойти учиться и в местную школу искусств. Родители говорят, что их дочь отлично рисует, а сейчас хочет научиться петь и танцевать. В следующем году хочу на сальфеджио пойти. Надо жить дальше. Тут содействие нам оказывается, поэтому нужно работать, трудиться и не падать духом. Все будет хорошо. Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов, Республика.